Давайте откроем вместе Слово Христово и почитаем из Евангелия от Луки 13 главы с 23 стиха. 23-24 стихи, пожалуйста. Давайте будем внимательными к тому, что сказал Иисус. Некто сказал Ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут. И дальше говорит, когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы тогда станете говорить, мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Ну, неправда это не обман, не ложь, на самом деле неправда это неправедность, если мы обратимся к оригиналу. Все делатели неправедных дел, все, которые делают неправедно, поступают, неправедно живут. Он говорит, отойдите от меня, все делатели неправды. Интересно, те люди, которые слышали Его Слово, здесь говорится, на улицах наших учил ты, мы ели и пили перед тобою. Другими словами, они, можно сказать, и видели Иисуса, они слышали Его, Он учил их. Говорит, Господи, так мы же Твои должны быть, мы же тут приходили, слушали. Он говорит, а делали вы что? Не то, что вы слышали, но что вы делали? А делали вы неправду? Делали вы неправедные дела ваши были? Жили вы неправедно? Слышали Слово Божие? Да. Но, говорит, я вас не знаю, кто вы? Отойдите от меня. Вы жили не так, как я вас учил. Вы знали, как надо поступать, но вы делали все по-другому. Поэтому, говорит, итак, говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и невозможно. Я хотел бы обратить коротко, хотя бы напомнить, мы это знаем, напомнить, а может кто-то не знает, кто-то первый раз, пусть послушает. Потому что это Слово Господа, это Слово Иисуса Христа, это учение Иисуса Христа. Это мы не себя проповедуем, мы проповедуем то, что говорил Иисус. Мы только напоминаем Его слова. Это Его учение. Поэтому стоит задуматься, что Он говорит. Давайте обратим внимание еще. Что значит подвязаться войти сквозь тесные врата? Это где нужно поискать? Это как нужно постараться войти в эту жизнь вечную? Что для этого нужно? Иисус об этом говорит. 7 глава Матфея, с 21 стиха, Он говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи». Как нужно искать? Как нужно стремиться? Вот где нужно приложить то усилие? Потому что написано, прилагающие усилия, что восхищает Царство Божие, Царство Небесное. И Он говорит так, где нужно это усилие? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Посмотрите. Многие, скажите, многие люди молятся. Я скажу, очень многие. Даже спросить у наших соседей, спросить, вот взять опрос провести по Киеву хотя бы, да? Вы молитесь? Ну хоть иногда. Молитесь или нет? Я думаю, очень многие люди обращаются к Богу. Так или иначе. Очень много молящихся. Есть очень ревностные молитвенники. Когда-то я встал ночью, ну, мне нужно было, я прошел на кухню, не включая свет, вышел, глянул в окно. У меня 15 этаж, далеко видно. И я увидел свет в окне, напротив, в доме. Ну и, знаете, когда свет только где-то там в одном месте светит, его далеко видно. Поэтому Иисус говорит, вы свет миру, да? Когда вокруг ночь, там даже звездочку видно, даже маленький светильник. Если вы даже маленький светильник, то вас будет видно в этом мире, если у вас есть свет Христов. Поэтому я вышел и смотрю, а человек там молится. Просто силуэт, он тоже перед окном стоит. И он, видно, что он молится. Ночью. Вы знаете, я потом еще раз вышел. Другой ночью смотрю, он тоже молится. Я вставал тоже. Получалось, несколько ночей там я вставал, я выходил на кухню, смотрю, а человек молится. Просто его силуэт очень четко видно, он молится, это видно. Знаете, есть разные и есть очень ревностные люди в молитве. Но Иисус, знаете, обращает наше внимание чуть на другое, сдвигает акцент. Я хочу сказать, что некоторые, даже есть такое понимание у людей, я сталкивался, что вот через молитву мы спасемся. Правильно написано, всякий, кто призовет имя Господне, да, спасется. И казалось бы, ну что еще нужно? Вот нужно молиться и все, и ты спасешься. Но Иисус говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Смотрите, люди прилагают столько усилий в молитву и думают, вот это вот все, уже достаточно, наверное. Ну, это же такой молитвенник. Но говорит, не всякий, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Исполняющий волю Отца Моего Небесного. Он говорит, что вы зовете меня? В другом месте написано. Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю вам. Эти люди слышат Слово Иисуса Христа, понимают, что Он говорит, молятся много, просят о многом. Знаете, такие молитвы творят. Иисус говорит, но вы же не делаете, что я вам говорю. Вы слушаете, вы просите, но я вам что-то говорю, вы делаете. Вы так живете, вы так поступаете. По слову Моему вы поступаете. И Он говорит, если нет, то вы не войдете в Царство Небесное. Очень просто. Дальше мы читаем. Многие, смотрите, Иисус не говорит некоторые даже. Многие. Представьте себе, многие. Скажут мне в тот день. Таких людей будет много. Они скажут, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Смотрите, верят в имя Иисуса Христа? Верят или нет? Ну, невозможно. Изгоняют бесов, пророчествуют, чудеса творят. Многие чудеса творят. И казалось бы, смотрите, люди слушают Слово Божие, Слово Божие звучит. Молятся, хорошо молятся. Чудеса происходят. Бесов изгоняют, пророчества происходят. Что еще надо? Скажите, мы бы хотели быть на таком собрании? А Иисус говорит, что? Помните, ученики ходили, исполняли волю Иисуса Христа? Ну, вроде, волю Иисуса Христа исполняли, да? И они приходят и говорят, Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. Иисус, знаете, что им сразу говорит? Он не сказал, ну вот видите, как хорошо. Он мне говорит, тому не радуйтесь, что бесы вам повинуются. А чему? Что имена ваши записаны вот там на небесах. Что вы вошли в жизнь вечную. Вот это главное. Поэтому, смотрите, Иисус приводит пример здесь. И говорит, таких много будет, оказывается, людей, которые будут на таких собраниях великих. Будут бесов изгонять, пророчества, чудеса творить. Все будет. Слово Божие будет звучать. Молитвы будут прекрасны. Он говорит, но. И тогда объявлю я им. Я никогда не знал вас, Господи. Так для нас это эталон собрания, в общем. Или нет? Я что, не то говорю? Это эталон собрания или нет? Скажите. Похож. Где-то что-то близко. А Христос говорит, нет. А для меня нет. А для Христа это не эталон собрания. Не эталон, вернее, христианства. Вот так я скажу. Собрание хорошее. А христианство плохое. Собрание, заметьте, хорошее, а христианство плохое. Я не против чудес, изгнания бесов, пророчеств и так далее. Молитв. За. Написано, всегда молиться нужно. Правда? Непрестанно молиться нужно. Поэтому Иисус не говорит против молитвы. Говорит, молитесь постоянно. Будьте постоянны в молитве. Иисус не против молитвы. Сейчас, может, кто-то, чтобы не так не поняли. Иисус не против молитв говорит. Не против изгнания бесов. Наоборот, Он давал эту власть. Это от Иисуса. Но, посмотрите, Он обращает внимание на самую сердцевину христианства. Все вот это, оно служит главному. Все вот, что происходит там, пророчества, чудеса, молитвы, да? Даже проповедь Евангелия, оно служит, знаете, чему главному? Это, знаете, пророчества, это не главное. Может быть, кто-то, не знаю, как для кого это услышать. Чудеса, это не главное. Знамения, это не главное. И много чего другого не главное. Это только служит цели. А цель какая у Господа? Чего Христос нас этим всем, вот этими дарованиями, Христос нас что-то хочет сделать? Он говорит, тогда объявлю им. Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие что? Беззаконие. Он обращает внимание, как они живут. Не как они на служении себя ведут, а как они живут вот там. Слышите? Иисус говорит, вы там за служением поступаете неправо. Вы там делаете беззаконие. А потом, говорит пророк, приходите в храм и говорите, мы спасены. И говорите, здесь храм Господень. Все. Вот тут главное это же служение. А там? А Христос говорит, нет, главное там. Как вы живете? И он говорит, итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их. Где исполняет? Да в жизни своей, постоянно. Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Дальше я не читаю, вы все это место прекрасно знаете. Поэтому Христос говорит, не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, не всякий молитвенник, молитвенникам быть хорошо. Еще раз повторюсь, может кто-то не понял, я не против молитвенникам. Пусть Бог благословит всякого, кто усердствует в этом. Но! Все это служит. За всем вот этим, знаете, за всем вот этим вот не надо забыть главное. Главное это наша жизнь пред Господом. Он говорит, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не только знающий волю Отца Моего Небесного, а исполняющий. Поэтому Христос говорит, помните, пример только один. Богатый юноша прибежал, упал на колени и говорит, что мне сделать? Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы войти в жизнь вечную, да? Он хотел тоже войти в жизнь вечную. Он говорит, что называешь Меня благим никто, а не благ, как только Бог. Обращать внимание, кем ты Меня почитаешь, да? Чтобы Он задумался, кто Я для тебя, только Учитель или все-таки Бог. Но, а дальше Он говорит, если хочешь войти в жизнь, то что? Соблюди заповеди. Слышите? Все просто. Хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. И это сказал Иисус. Это сказал, кстати, не Моисей. Может, кто-то подумал, ну, это закон. Это сказал не Моисей, это Иисус говорит. Если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди. Он говорит, какие? А все те, которые ты знаешь? Ты же знаешь, что написано. И Он повторил только то, что юноша знал. И Он говорит, я это соблюл от юности своей. Чего не достает мне? Но я не хочу сейчас толковать это место. Оно чудесное. Пусть Бог благословит разумением нас всех. Но это пример. Обрати внимание, Иисус говорит, соблюди заповеди. Мы знаем, какие заповеди, да? Любить ближнего и любить Господа. Иисус обратил на эти две заповеди главное внимание. Как любить ближнего и о том, что нужно любить Господа. И хочу еще одно место Писания прочитать в заключении. Откровение. Это знаете, откровение, вот последняя глава, можно сказать, как печать. Вот печать в Писании. Это уже все. Вердикт тут, знаете, все. Выслушаем сущность всего. Помните в Экклесиаста? Бойся Бога и что? И заповеди его исполняй. Ибо в этом что? Все для человека. В этом все. Иисус когда-то говорит, знаете, еще одно. Еще одно. Есть такая отговорка. Господи, у меня нет силы. Ну, некоторые говорят, я не крещен Духом Святым. Ну, я не могу исполнить твои заповеди. Другие уже крещены Духом Святым. Но говорят, ну, у меня все равно нету силы. Не знаю почему, но вот нету силы. Я не могу исполнить твои заповеди. Силы нет. Иисус говорит, знаете, что таким людям? Говорит, если любите меня, один вопрос только. Если любите меня, то, говорит, соблюдите мои заповеди. Не говорится, если получите Духа Святого, тогда соблюдете мои заповеди. Он говорит, нет, наоборот. Вот, если любите меня, соблюдите мои заповеди, и тогда я вам дам Духа Святого. Слышите, наоборот, и тогда вы примете. Давайте, ну это для задуматься. Я читаю последнее местописание, 22 глава, 14 стих, Откровение. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им что? Право на древо жизни и войти в город воротами. Блаженны, счастливые люди, которые соблюдают заповеди Его, вот, чтобы войти в город воротами. Говорит, подвязайтесь войти тесными вратами. Где эти врата находятся? В Слове Христовом. Входим Словом Христовым. Входим послушанием Иисусу Христу. Входим послушанию заповеди Иисуса Христа. Если мы послушны учению Иисуса Христа, мы входим. И Иисусом Христом мы входим. Он говорит, я есть дверь, да, помните? Войдет мною. Поэтому мы входим Иисусом Христом. А что это значит? Он есть Слово. Входим послушанием Слову Христовому. Пусть Слово Христово, оно вселяется в нас обильно, со всякой премудростью. Пусть Бог благословит каждого. Помните, что не какие-то проявления являются, вот уже, знаете, печать. Вот наступило что-то, вот это нет. Я хожу, я исполняю в жизни, я хожу по правде, я поступаю в жизни, исполняю я волю Божию. Живу ли я пред лицом Господа? Вот это для меня должен быть критерий. Вот так я себя должен оценивать. Не то, что через меня Бог делает, проявляет, а то, как моя совесть, добрая ли она перед Господом? Соблюдаю ли я волю Божию? Поступаю ли я по правде? Потому что Христос скажет, отойдите от меня, делайте ли неправды. Поступаю ли я так, как говорит Господь в Слове Своем? Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Пусть Бог благословит. Да будет слава Отцу Истину и Святому Другу. Аминь.